Уважаемые коллеги, Лев Вадимович закончил на ноте к тому, что это самый сузится. Я все-таки сторонник широкого отступа. И почему так, Лев Вадимович, я постараюсь чуть ниже показать, потому что если у Лев Вадимовича такой оптимистический, радостный доклад, то мой совершенно в другую сторону. Значит, мы также, эти данные, потому что сегодня уже прозвучали не один раз, не буду на них останавливаться. Дело в том, что на сегодняшний день, Лев Вадимович это подчеркнул, мы получаем больных не первой, даже не первой стадии, получаем 3С практически около 80%. Мы задали себе вопрос, а почему именно так, и что сподвигло этих пациентов, то есть кто их сподвиг к тому, чтобы они пришли к нам уже с такой запущенной стадии. Мы анализировали группу пациентов 1126, вот в указанные годы, и мы из них выявили, что 288 это не радикальное лечение, радикальное лечение остальные пациенты. И на первом этапе проанализировано 288 пациентов, значит, и, значит, чаще всего у этих пациентов, это на фоне врожденного пигментного невуса, больше половины, чаще, значит, это были пигментированные опухоли. Значит, мы видим, что около 50% это первичное обращение к хирургу или к дерматологу. Почему мы это все подчеркиваем? Потому что в дальнейшем мы увидим, к чему это дальше это все приводит. На анализы картин я не остановлюсь, но гистологические проценты у 58% были беспигментные или слабо пигментированных, а у 70% из этой же категории были нерадикально иссеченные пациенты, имели 3, 4 и 5 уровень варис по Кларку и толщина свыше 2 мм по Бреслову. Как раз то, что Лев Вадимович говорил и показывал, потому что, если западные коллеги не будут это пересматривать, то, к сожалению, нам жизнь подсказывает, что нужно провести то, что сказал Лев Вадимович, а именно клинические и хирургические исследования, все-таки определиться, мы отступаем 2 мм, то есть 2 см или мы больше. Значит, наличие местного рецидива у нас было 61%. Отсутствие местного рецидива, прошу обратить на эту цифру, 103%, 42%. Дело в том, что это потом, мы пришли к выводу, что это является позитивный, предиктивный фактор в дальнейшем протекании заболеваний. И наличие местного рецидива клинически определяемого было 80%. Видите, все-таки большой процент, каждый третий пациент нерадикально излеченный уже имелся клинический рецидив. Итого 245 пациентов. Значит, на втором этапе мы провели сравнительный анализ показателей выживаемости у нерадикальных против радикально излеченных больных. И на этом слайде очень хорошо видно, что становится с пациентами, которые нерадикально излечены. Смотрите здесь, куда идет криво. В отличие от пациентов с радикально излеченными, но и с пациентами, у которых нерадикально излечены, но в послеоперационном брусе рецидива там не было. И вот то, что я сказал, значит, где мы не имеем рецидива, это благоприятный прогностический фактор. А, значит, факт наличия местного рецидива снижает показатели пятилетней выживаемости. Это вот предыдущий слайд, это здесь просто в цифрах, значит, до 40 и 20 процентов выживаемости. Значит, я хочу остановиться вот на клинические примеры. Значит, первичная опухоль, лазерная коагуляция метастаза без морфологической верификации. По-видимому, это был принят как пигментный невус. Затем после этого появляются в виде внутрикожной сателлиты. И последующая также лазерная коагуляция. Уже пациент появился в таком состоянии к нам в клинику. И вот такое широкое иссечение данного метастаза, пациент жив. Вот другой пример, где имеется клинический это меланома, но был воспринят как пигментный невус. И соответствующее было лечение. Вот что получили, да, и, кстати, хочу отметить, что это было произведено экономное сечение подместной анестезии. И вот что мы получили после вышеуказанной хирургического лечения. Здесь рецидив в рубце и имеются уже сателлиты. Здесь пример у молодой пациентки, так называемой лимфоденектомии. Как можно выполнить эту лимфоденектомию из такого доступа и такого иссечения. Размера разреза я себе это не представляю. Вот здесь очень печальный слайд. Дело в том, что этот пациент был оперирован подместной анестезией. И затем он поступает к нам в клинику, мы ему делаем широкое сечение свободной кожной пластики. И через три месяца мы получаем, что видно на этой картине. Затем пациент... Это... Вернусь немножко обратно. Значит, этот пациент... Ему произведена операция Дюкена. Затем произведена изолирная регионарная перфузия. И вот, что мы имеем. Это картина недельной давности. И тут я могу только развести руками и говорить о том, что... Уважаемые коллеги, не знаете, лучше говорите, что я не знаю. И отправляйте этого пациента дальше. Это... У меня последний слайд, но я хочу сказать другое, что, если вы помните, в самом начале своего доклада, я говорил о том, что 83% пациентов, которые обращаются к хирургам в общей практике и к дерматологам. Я хочу сказать следующее, что мне это очень обидно, да, наверное, и всем здесь сидящим в зале, что мы регулярно вот эти цифры, данные, картинки, вот такие я специально их поставил в последнюю очередь, мы показываем эти картинки самим себе. Мы сами себя уговариваем о том, что не надо отступать от опухоли полсантиметра или впритык к опухоли. До этого были сообщения о том, что вот санпросвет работает и все прочее. Я еще раз повторяю, коллеги, не знаете, говорите, не знаете, отправляйте их к специалистам, и тогда мы не получим вот такие картины. Спасибо. Да, пожалуйста. Вы не исследовали влияние сроков между первой операцией, не радикальной, да, которая была сделана под местной анестезией или сургидроном и выполнением последующей радикальной операции на риск развития метастазов, рецидивов? Вы имеете в виду, что вот когда была выполнена первичная операция и когда появился пациент, сроки тут разные от трех месяцев до полугода. То есть какого-то вот такого критического срока вы не можете назвать? Я не могу сказать почему, потому что мы получаем пациентам с иссеченной опухоли, сколько там был отступ, вы же сами понимаете, что в той медицинской документации мы никогда этого не знаем. Более того, я хочу сказать, что 90% всех пациентов, которые мы здесь подверглись, там не было первичной морфологической верификации опухоли. Что еще лучше? То есть вы получили уже рубец готовый? Совершенно верно. Не в виде первичной опухоли. Георгий Иванович, ну я вообще даже не вопрос задаю, а где-то с вами в каком-то смысле полемизируя, говорю, что сейчас я стою в принципе на этих позициях, а не на позициях, которые я имел в своей голове и мыслях ранее. Считаю, что вот мы принимали, и я говорю мы, это и в онкологическом центре мы работали с этим клиническим исследованием, и в Петрово, это исследование, которое было сделано группой Возовской по меланоме, где главным критерием включения были пациенты с толщиной опухоли менее 2 мм. Это начало 80-х. И, значит, 3 публикации было на протяжении 15 последующих или 20 даже лет. Они показали, что разницы никакой нет. И это было поводом, например, мне считать, что так и есть. И у нас, конечно, совсем другая популяция пациентов. То есть, если мы определяем наших пациентов рано, ну, конечно, не надо делать лишнего. Я так думаю. Несомненно. Но если они такие, какие они к нам приходят, это другая совершенно ситуация. И вот здесь, например, если приходит человек с удаленным, ну, есть рубец, а образования нету, что делать? Как широко иссякать этот рубец? Моё мнение такое. Сначала пересмотреть гистологический препарат, убедиться, что там за стадия была. Если она была ранняя стадия, ну, тогда подумать, надо ли его иссякать или иссякать ещё плюс 1 см. А если она типично наша, тогда делать типично большую операцию. Вот моё мнение. И я уверен, что она совпадает с вашим. Я абсолютно с вами согласен, Леонид Вадимович. У меня такой же взгляд на сегодняшнюю ситуацию. Вот. Но мы никому никогда ничего не докажем, если сами не сделаем своими руками что-то. Несомненно, потому что мы всё время ссылаемся на кого-то и что-то, но мы должны показать именно на примере нашего контингента, наших пациентов. Пожалуйста, доктор Гамаюнов. Спасибо большое за доклады. И вот всё-таки вопрос. Вот ваши рекомендации на сегодняшний день для врачей-онкологов. Вот пришёл типичный наш пациент с меланомой, там на глаз видно, больше, гораздо 4 мм. Какой отступ? 2, 3, 4, сколько? Ну, мета-анализ не есть само клиническое исследование, да? В этом смысле к мета-анализу больше вопросов, чем к самому исследованию. Я бы пошёл вот по какому пути. Я бы взял в руки результаты двух последних крупных исследований, английского и шведского, и посмотрел, какая пропорция пациентов там была действительно больше стадии 2 мм, да? И если увидим, что там не менее 50% таких больных было, да, то есть тогда мы можем экстраполировать результаты тех исследований на нашу популяцию. И тогда пересмотреть то, что мы написали в наших рекомендациях. А в наших рекомендациях пока мы повторяем то, что известно всем по всем странам. То есть мы говорим, двух сантиметров достаточно, и больше ничего. А что я ещё точнее могу сказать? Я ничего не могу сказать. Мы можем провести нашу собственную аналитику. Я ещё раз говорю, я взял за основу выступления и результаты мета-анализа. Результаты мета-анализа не являются, в свою очередь, самим естественным клиническим исследованием. И поэтому, если мы сейчас начнём спорить на эту тему, мои западные коллеги скажут, ну это же мета-анализ. А мы сделали наше исследование, они всё показывают и доказывают, и мы друг друга не поймём. И более того, я очень хорошо знаю этих специалистов. Они абсолютно уверены, что больше двух делать не надо. Вот это их мнение. Но это американцы и европейцы с очень хорошей ранней диагностикой меланомы. Поэтому они не будут как-то по-другому думать. А во всяком случае в рекомендациях говорить как-то по-другому не будут. А мы, естественно, если мы хотим быть неформалистами, и если мы свои рекомендации должны писать неформально, мы обязательно должны написать следующее. Любому клиницисту, он сначала, прежде чем будет трогать это заболевание, должен понять, как он оценит, есть ли у него возможность оценить, какая там будет стадия. Если он не умеет и не владеет, у него нет морфолога, он не должен трогать этого пациента. Он должен только его направлять в специализированные клиники. Дальше, если это четко установленная стадия, значит, можно ориентироваться на то, что мы придем вот к чему? К рейссечению. А это невыгодно нашей медицине. Нашей медицине выгодно положить и сделать разом. А два раза делать невыгодно. Поэтому мы должны в инструкциях или же в рекомендациях писать, хоть это и невыгодно, но если мы учитываем пожелания самого пациента, поначалу надо сделать так, а вот если будет необходимость сделать повторное рейссечение, и это не означает, что мы сделаем хуже. Потому что во всех клинических исследованиях рейссечение делается вплоть до двух месяцев от момента первого сечения. И на основании толщины опухоли и локальной стадии добавляется плюс один или плюс два сантиметра к рейссекаемому уже рубцу. Вот как делалось во всех исследованиях, которые нам предоставляют свои данные. Понимаете? Но мы же так не делаем. Вот пришел пациент, мы видим, вот тут не так хорошо все, да? Мы сразу сделаем, скорее всего не ошибемся. А если у него средняя промежуточная вариация, мы тогда должны четко приклеиться к какой-то цифре. Либо до двух, либо больше двух. Значит, нам сначала нужно получить знание об этом, а это значит сначала сделать более-менее щадящее что-то, а потом, узнав об этом, делать плюс еще какую-то часть. Но будем ли мы следовать такой рекомендации? Будем? В практическом здравоохранении? Я думаю, что не будем. Поэтому в этом проблема. Еще один вопрос, пожалуйста, потому что у нас 11.30. Все-таки ваше отношение к экстезионной биопсии с отступом в 1-2 миллиметра? Позитивное, если речь идет о раннем процессе, о плоской форме заболевания, однозначно да. Если же это экзофитное образование… Под местной анестезией. Даже так. Если это абсолютно плоское образование. Но если речь идет об образовании, имеющем на своей плоской территории, или просто экзофитное внешнее проявление, это сразу означает, что это большое образование по толщине опухоли. И там делать этого ничего не надо. Вот и все. Уважаемые коллеги, всем спасибо. Он сейчас официально открыт. Виталий Викторович, у нас мы по времени уже не укладываемся. Официально открытие, а потом… А вы подходите, мы поговорим. И кто не пойдет на открытие, подходите, поговорим. А потом продолжим. Спасибо.